Актер Алексей Гончаренко Он принимает деловое предложение от Влада Ряшина и становится директором продюсерского агентства. Новогодний мюзикл «За двумя зайцами» стал его первым бизнес-проектом и принес невероятный успех. За пять лет своей деятельности он снимал сериалы, фильмы и мечтал о глобальном телевизионном шоу, которое смотрела бы вся страна, затаив дыхание. В 2006 году Стармедиа покупает у английской компании BBC права на танцы со звездами, и Алексей Гончаренко становится его генеральным продюсером. Привет, привет, привет. Очень рада тебя видеть. Наконец-то у меня человек, которому интервью, у которого хотят взять все, о котором говорят за кулисами, Алексей Гончаренко, продюсер танцев со звездами. Мне кажется, все-таки ты чуть-чуть преувеличила. Нет, нет. Я знаю, что ты делаешь звезд. Ты главная кузница, в общем-то, вольности Вольновой. Потому что кем был Влад Яма, если бы он не был бы на танцах со звездами? Ну да, это такой мегапроект, который, в принципе, на самом деле поддерживает, в общем-то, звезд. Но так получилось, такой счастливый... Что вы желаете? Да. Я буду кофе с молоком. Мне, пожалуйста, шампанское, потому что я всегда рада видеть Лешу у себя в гостях. Я за рулем, поэтому, к сожалению, не могу составить тебе компанию. Очень жалко. У нас есть драйверы, кстати, которые могут отвезти твою машину. Ты же немало зарабатываешь, я надеюсь. Ну да, но дело не в этом. Уже хочется как-то держать себя в руках. Ты понимаешь, когда я был телеведущим, я всегда выпивал перед любой съемкой, любой вечеринкой. А теперь уже, будучи продюсером, надо вставать рано. Это ты завтра будешь спать утром. Да, завтра я буду спать. А мне надо будет идти к людям, поэтому... Скажи, и вот этот вот момент, что все ведущие выпивают перед эфиром? Ну, мне кажется, у каждого свой рецепт. Кому-то это мешает, я знаю. Ну, мне вот надо было для настроения. Ты в себе не уверен был? Нет, ну, как-то вот... Ну, во-первых, когда я был телеведущим, да, я был не только телеведущим, я был и продюсером, и администратором. Да, вот. И поэтому слишком много на мне было всяких обязанностей, поэтому очень переживал. Вот, так их кроме того, что их надо было заставить прийти, их надо было заставить переодеться, загримироваться и быть в каком-то образе. Заставить. Заставить. Потому что они не хотели. Ну, зачастую не хотели. А как тебе удавалось их уговаривать? Разными способами. Расскажи. Вся группа уговаривала, ну, и я в том числе. А кого больше уговаривали? Филиппа Киркурова? Нет, с Филиппом была... Филипп вообще очень любит сниматься, и он артист по натуре, поэтому переодевание, любовь к переодеваниям у него как раз, с этим у него все нормально. С Рыбака это, я помню, были проблемы, потому что мы придумали образ Кикимора, Кикимора Волотной. Вот. Но мы почему-то решили, что если она играла чучело, то она спокойно относится. Но в этом мы были не правы. Женщины, в общем-то, может, только в таком раннем детстве спокойно относятся к своим внешним недостаткам. Вот. Поэтому такие были мучительные. Потом Ахиджакова бросала нам платье в лицо нашему гримеру с ветерой маковой и кричала, что я не буду мухой-цикотухой. Вот. Ну, в общем, разное было. Такие были тяжелые ситуации. И уходили со съемок тоже. Сейчас любой скандал воспринимается, наверное, как реклама, да? Ну, кто умеет из этого сделать рекламу? Не все умеют сделать это красиво и превратить это действительно в хороший пиар. Как ты вообще пришел на телевидение? Потому что у тебя какой-то там отец, Влад Ряшин твой друг со школы. Как ты оказался на Интере? Влад Ряшин из Запорожья. Я киевлянин, поэтому у нас никаких общих с ним друзей в этом смысле не было. Вот. У нас была общая знакомая, да, это правда. Ага. Без Блата ничего не обходится, да? Нет, ну, просто знакомая, которой я рассказал, что у меня есть идея. А она говорит, ты знаешь, вот у меня есть знакомый, он делает программу Милорама на Интере. Вот Влад только тогда пришел. Это были буквально первые его шаги на Интере, первые месяцы работы. И он, по-моему, еще ее вел, да? Вел, да. Он был ведущий и тоже и продюсер этой программы. Он сказал, и она мне сказала, что приди к нему, предложи. Я вот с листочком бумаги, на котором в одном абзаце была написана идея программы НЛО, я к нему пришел. Потом был долгий мучительный год, мы снимали пробные выпуски, все это руководство канала это не утверждало. Но в конце концов, кстати, с певицей Натальей Могилевской и вышла первая программа. Вот. Поэтому бывало... А в каком образе была Наталья Могилевская? Наталья Могилевская была пьеро. Вот таком было грустном. Ну, по-моему, потом этот образ, по-моему, очень удачно перехватила Ирина Билок. Сколько ты зарабатывал так? Я получал все два года тогда, мне казалось, очень приличную зарплату 400 долларов. Ну да, по тем временам это, можно сказать, что 4 тысячи долларов за... Да. Ну, всем известно, что телеведущие еще зарабатывают на всяких вечеринках, поэтому, в общем-то, у меня были еще какие-то средства для зарабатывания денег. Ну, на самом деле, конечно, сейчас за это же получают намного больше. Человек, который привыкает к вниманию, он садится на иглу славы, если можно так сказать. Вот ты, ну, наверное, просто один из тех, кого я знаю, кто был реальной звездой, которого знали абсолютно все в лицо. Я помню, что я сидела еще на Харьковском массиве. Будучи маленькой девочкой. Нет, конечно, не будучи маленькой девочкой, но будучи женщиной с ребенком и мужем. И я ждала субботу утром, чтобы включить НЛО, потому что это был хит всех хитов. С добрым утречком. На экране Алексей Гончаренко и программа «Неопознанный любимый объект». Почему ты ушел? Почему ты не стал работать дальше, например, как Савик Шустер? Любая программа телевизионная имеет свою жизнь. Кому-то эта жизнь дарована долгая. Программа со звездами, вот, и такая сложная была, как у меня, то, что им надо было уговаривать. А ты уговаривал сам, да? Я сам уговаривал, сам им звонил, сам уговаривал. Ну, то же самое, что я периодически тоже делаю. Да, да, ты пошла по моим стопам. Скоро я стану продессором танцев со звездами. Десять, да, или десять, да. Вот, поэтому... И потом возникла пауза, какой-то не было такой идеи интересной. И Влад предложил мне, опять же, с его легкой руки, он сказал мне, «Почему тебе не стать директором продакшн-компании Интера, которая занималась развлекательным телевидением?» Ну, вот, я два дня был в таком легком шоке, а потом все друзья мне сказали, да чего ты, иди. Я так подумал, сначала, тоже, конечно, была первая реакция, что вроде все, выгоняют на пенсию, я еще столько всего могу сделать для человечества. А потом как-то я подумала, думаю, ну почему, ну попробую. А дальше будет видно, тем более это же как бы рядом все эти профессии, и уже какой-то опыт у меня был в руководстве телевизионной программы. И вот так оно пошло, и сразу же первым моим опытом был мюзикл «За двумя зайцами». Вот, и у меня на съемочной площадке оказались Алла Пугачева, Андрей Данилко, Максим Галкин. Вот, поэтому у меня было такое, из огня до полумья, вообще без разгона. И, в общем-то, наверное, один из самых моих удачных проектов за все вот пять лет моей продюсерской деятельности был вот этот первый. Всего пять? Всего пять? Сколько стоит? Ну, во всяком случае, я знаю так, я скажу так, красиво, чтобы никого не обидеть и не разглашать никакие тайны. Я, на сегодняшний момент, это самое дорогое украинское шоу, вот, но у «Фабрики звезд», я знаю, есть желание в этом году, Да, у «Нового канала» с «Фабрикой звезд» есть амбиции в этом году переплюнуть по бюджету, а переплюнуть ли они по рейтингу, посмотрим. По-моему, вы собираетесь делать «Танцы со звездами-три»? Такая идея есть, такая идея есть, но в каком это виде будет, пока я, к сожалению, еще не готов сказать, Но проблема с тем, что уже даже на «Третьи танцы» таких вот звезд, в которых мы были уверены в том, что они станут локомотивом, они будут интересны, они будут бороться, они раскроются разными гранями своих талантов, такой уверенности нет. Поэтому мы думаем над таким вот хитрым вариантом, как бы все-таки постараться удивить зрителя этой осени. Есть некоторые наметки, да? Есть, есть, заготовочки есть. Проект будет. Так как сейчас расцветает желтая пресса, и ходило очень много разговоров про «Танцы со звездами», что искусственно создаются сплетни про романы героев. И имело ли это место в программе? Имело. Расскажи подробно, потому что именно это интересно. Нет, на самом деле что-то, конечно, и происходило. Где-то немножко мы дули на угли, и где-то мы немножко придумывали, но это входит в драматургию самого этого шоу, что должны быть какие-то увлечения, должны быть какие-то... Но на самом деле, а где-то, где было реально, что в принципе было очень интересно, где реальные были романы, об этом мы, кстати, не рассказали, потому что ну не могли, ну вот каких-то моральных обязательств... Ты сейчас не можешь сказать об этом? Ну уже это на самом деле известно. То, что Руслана Пысенко рассталась со своим бойфрендом, с которым жила очень долго после первых танцев. Ты говорила об этом, когда увидела Чапкиса или Крова? Нет, помоложе, помоложе был ее молодой человек, но на самом деле это послужило толчком к разрушению. Хотя я спросил потом у Руслана, говорю, Руслана, ну мы же на себя камень не взяли, это не мы виноваты в этом. Она сказала, ты знаешь, что не сделалось, то к лучшему. Значит, наверное, это так должно было быть. Поэтому я не жалею об этом. Ну вот. А что еще случилось? Какой-то роман, который... Ну вот сейчас... Я знаю, есть отношения у одной певицы, которая участвовала во вторых танцах со звездами. Ирина Биллок, да? Да, догадываетесь, догадываетесь. Я не знаю, остается только пригласить Ирину Биллок и спросить ее об ее отношениях с Дегусаром. Она сама расскажет. Что такое вообще танец? Это, наверное, все-таки очень эмоциональные отношения. Это слишком близко. И все жены безумно ревновали. И это была мегапроблема в каждой семье. Жены, а не мужчины? Нет, именно жены. Жены, да? Жены почему-то, да, жены. Зелянского ревновали. Ревновала очень Лена. И... Ну, ревновали. Нилипы, жена ревновала. Ну да, танец это очень тесное. Очень интимно, да. Очень интимно. А были какие-то такие отношения, когда партнер и партнерша не выносили друг друга? И их пришлось менять. Вот какая-то несостыковка такое происходило. Да, с Вилок это было. А, с первым партнером, да? Да, с первым партнером Вилок. Там была проблема в том, что он был классным танцором, но очень плохим педагогом. Вот. И он не мог научить. Он настолько был увлечен сам собой и своим танцем. Своей красотой исключительнейшей. Да, он был без ума от себя. А то, что им надо было научить Иру и кропотливо, как бы с ней пошагово этим заниматься, к этому он был не готов. И поэтому мы вынуждены были его поменять. Рассказывают такую историю, ну, в общем-то, я и сама знаю, что твоя подруга, очень давняя подруга, Снежана Егорова, она не хотела участвовать в танцах. И ты ее буквально затащил в танцы. Зачем тебе это надо было? И насколько вырос ее рейтинг после танца? Ну, я считаю, что, в общем-то, из той ситуации, которой была Снежана, при том, что ей было реально тяжело физически очень заниматься. Ну да, после родов сколько там прошло? Да, буквально несколько месяцев прошло. После родов? После родов, да. И она начала заниматься, да. Ну так, да. Она в октябре родила и в январе начала заниматься. Ну, конечно, у нее еще организм не перестроился. Не перестроился, конечно. А ты ее сразу в танцы, и сразу же, чтобы она летала в этом смокинге. Кстати, кто придумала это? Это ее идея. Это ее идея. Это ее идея. Она любит, она очень любит Марлен Дитрих, поэтому она любит переодеваться в мужские костюмы. Это было потрясающе. Да. Но самая красивая ее, это идея Маргариты, наверное, об этом танце ты говоришь. Да. Там, где она была переодевать, где она меняла платье. Да, цвет платья менялась. Да, цвет платья менялась, да. Да, это очень красивый номер. И мне кажется, только ради этого номера стоило было ей участвовать в танцах, потому что вот на том сайте танцев, где было безумное количество комплиментов в ее адрес, о том, как это было хорошо. И мне было очень приятно. Я понял, что не зря, все-таки я ее вытащила, она ее на вот эти муки ее спадрила. Многие рассказывают про то, что победа подкопаемой была заведомо известна. И что когда подкопаемая пришла в это шоу, то есть было известно, что она будет победительницей. Были такие условия? Нет, условий таких не было до сто процентов. Нам это не было известно. Может быть, кому-то это было известно. А кто-то знал. Хочется познакомиться с этим человеком. Нам это не было известно. Конечно, немножко получилось несправедливо в том смысле, что у Лили была подготовка сильнее физическая. Да, это было действительно несправедливо. Потому что она спортсменка, и в этом смысле ей было легче. Но, с другой стороны, у Лили тоже было безумное преодоление, потому что первый сезон танцев приучил зрителю к тому, что это должно быть шоу, что это должен быть мини-спектакль. А Лили делать мини-спектакль было очень тяжело. Ну да, она спортсменка. Потому что она спортсменка, она правильная, она четкая. Она очень правильная. Все говорят, хотим секса, хотим секса. Да, мы даже ее как-то напоили шампанским. Когда? Расскажи. Ну вот было перед эфиром, как-то, ну Лиля, давай уже выпей. С точки зрения физической было легче, а с точки зрения шоу ей было тяжело. Одной из ключевых фигур танцев со звездами явился Григорий Чапкис. Как вы его нашли? Я видел его на одном из ток-шоу и вспомнил, какой он яркий персонаж, когда мы задумались, кто должен быть в жюри. Да, задумались серьезно. Задумались серьезно, хотя когда мы о нем сказали, вот мэтрам бального мира о том, что будет Чапкис, они были возмущены. Они сказали, что он вообще не имеет никакого отношения к бальным танцам. Что он вообще... Это зависть. Да. Это зависть. Из какого сундука вы его достали? А его Сталин носил на руках? Есть такой мир. Да. Не носил на руках, а он сидел у него на руках, будучи ребенком. Есть фотография, когда он танцевал в каком-то детском коллективе и пришел к ним Сталин. И он был самый маленький, поэтому и в такой грузинской внешности Сталин увидел в нем родную кровь, посадил его на колени. Вот. Ну и, видно, благословил его на такую длинную творческую судьбу. Но мне было очень приятно, когда он пришел как-то к нам в офис и сказал, что ты знаешь, Алеша, не знал, что вот в 78 лет... Да, в 78 лет я стану звездой. Супер-звездой. Просто супер-звездой. Это правда. Мы были на концерте с ним в Могилевской, и я увидел в холле Дворца Украина, он просто как фигура из музея Мадам Тюсо, он стоял полчаса, люди менялись. А вот просто, ну, мега-звезда, это правда. Да. Вот что такое телевидение? В 78 лет вы сделали чапки со звездой, и в 24 вы сделали Влада Яма. В чем феномен Влада Ямы? Потому что до этого он же не был звездой во Фридене. Конечно. Он танцевал где-то на потанцовке. В третьем ряду, да. В третьем ряду. Поэтому, когда я попросил Лену Калиденко, чтобы она мне дала какого-то танцовку... Тоже твою подружку, да? Да, да, мою хорошую подружку, которую я давно знаю. Вот. Когда я попросил ее, она мне дала его с легкостью, потому что на нем не были завязаны какие-то ключевые позиции в балете Фридом. Иначе не видать бы Ямы, да? Вот. Но на самом деле в нем есть просто этот актерский дар, есть дар танцора, и все вместе, плюс дуэт с Наташей, он и дал вот этот вот симбиоз этой звездной пары, которые... Ну, плюс его, наверное, и внешняя привлекательность, но это вот... Сексуальность, да, чувственность. Это много-много разных компонентов. Ну, почему, например, есть миллион разных фестивалей, конкурсов, но единицы после них становятся звездами? Хотя их тоже много раз показывают, и потом пытаются ротировать, но они не становятся звездами. У тебя поступают предложения, ну, может быть, с деньгами, там, что, Леша, помоги, пожалуйста, вот есть танцор такой-то, мы готовы тебе заплатить столько-то денег, сделай его звездой. Бывают такие предложения? Ты знаешь, я просто никогда не иду дальше любого предложения о том, что вот у нас есть кандидатура. Когда я спрашиваю, кто это, я понимаю, что эта кандидатура нас не интересует, и кроме меня есть канал «Один плюс один», который тоже является финальным выбором. Поэтому ты на этом не зарабатываешь. Нет, я на этом не зарабатываю, но у всех интересов. На самом деле, в этом тоже успех танцев. В том, что команда, которая работала, настолько была искренне, хотела не заработать денег, а хотела действительно, чтобы это шоу состоялось, и оно было интересным, и оно было вот таким фееричным. Поэтому, наверное, оно и получилось. Потому что если бы мы хотели денег, наверное, ничего бы не было. Как в любом деле, надо гореть идеей в первую очередь, а потом уже финансами. Но танцы все-таки заработали, наверное, да? Конечно, все заработали. На любом успешном проекте зарабатываются деньги. Но я знаю, что после «Танцев со звездами-2» ты уехал в Италию. Скажи, что может позволить себе продюсер «Танцев со звездами»? Ну, я, во-первых, не только продюсер «Танцев со звездами». Я снимаю еще, занимаюсь и фильмами, уже вот сейчас собираюсь снимать длинный сериал, снимал еще разные программы и мюзиклы. На самом деле, я уже нахожусь, к счастью, в той ситуации, что у меня есть и квартиры, и дача, и машина. И я могу себе позволить, наверное, то, чего бы мне хотелось. Поэтому я вот в том нахожусь счастливом периоде своей жизни, когда я занимаюсь тем, что мне интересно. Ты не идешь на компромисс? Да, я занимаюсь вот... В первую очередь, это для меня творческая составляющая. Ну, я знаю, что когда на твоем день рождения, который ты роскошно отпраздновала в Театре Сузыря, роскошно просто, были все именитые звезды. И Чапкис был, и Асия Хат, Калиденка Лена, Вела Снежана Егорова. Кто еще у тебя был? Ну, много было. Очень много. Это были все топовые, в общем-то, люди. Руслана Пысанка. Ты произнес такой интересный тост. Можешь его повторить сейчас? О том, что мне от вас ничего не нужно. Ну, наверное, мне хотелось бы, такая у меня есть идеалистическая мечта, чтобы все-таки нас объединяла не корыстность каких-то отношений. Хотя я нормально абсолютно к этому отношусь. В любых отношениях, в любых. Мама рождает ребенка для того, чтобы вот тот вот злополучный стакан воды он ей подал. И дружба, она тоже строится на каком-то взаимном интересе. Это нормально. Но все-таки хочется дружить... С равными. ...из любви, с равными, которые тебе интересны, а не потому, что тебе что-то от них надо. Поэтому мне хочется, конечно, если мне что-нибудь будет нужно, чтобы они как-то помогли мне, да, ответили на мне, на мою любовь взаимностью. Вот. Но, в принципе, я рад, что я с легкостью дружу. Я, как бы, пусть лучше им от меня что-нибудь будет нужно. Кстати, какой подарок тебе подарил Григорий Чапкис на день рождения? Очень практичный. Сумка-холодильник, такой наборчик для пикников. Ну, я знаю, что обычно у тебя есть список подарков, которые тебе должны подарить, да? Да. Я очень не люблю вот таких ненужных каких-то вещей, потому что подарок, значит, его нельзя выбросить. Вот. А поэтому я всегда своим друзьям слегка подсказываю. Притом всем, да? Да. Ну, кому могу, нет. Но есть люди, которые я плохо знаю, конечно, им я отдаю на откуп. Деньгами. Лучше деньгами, да? Нет, деньгами не люблю тоже, потому что деньги потратятся, а память никакой не останется, поэтому деньги нет. Такой вопрос, который, я думаю, интересует очень многих. Ты работаешь на самом рейтинговом каналом «Один плюс один». Раньше ты работал на «Интере». Для очень многих людей это предел мечтаний. Как попасть вот на этот канал? Возможно ли человеку с улицы очень талантливому оказаться, стать звездой, как ты? Сейчас. Не там не восемь, не восемь-десять лет назад, а сейчас. Ну, я думаю, что... Только честно. Честно. Я думаю, что сложно. Как и в любой профессии, стать первым, стать... Потому что звезда – это, ну, это то, что мы говорили о яме, да, о том, что это много очень качеств, в первую очередь, в себе надо иметь, а мало людей, которые объективно могут себя оценить. То есть очень многие считают, что они обладают этими качествами, а на самом деле это не так. Вот. Но я бы сказал, что в первую очередь, это должно быть образование хорошее. Какое у тебя образование? Я актер по образованию. А-а-а! Поэтому... Ну, к сожалению, нет у нас серьезного образования телевизионного. Поэтому это может быть журналист, это может быть режиссер, это может быть актер. Ну, смотря, чем на телевидении хочет человек заниматься. Вот. Но я думаю, что надо нацеливать себя не быть звездой, а быть профессионалом, что-то создать, опять же, быть увлеченным какой-то идеей. Вот. И тогда, на самом деле, все каналы, и Интер, и 1+,1, и все остальные, они нуждают, и М1, нуждаются в профессионалах. Поэтому вакансий много, но... Но нужно быть лучшим, да? Да, надо быть не мальчиком с улицей, не девочкой, да, а надо прийти с чем-то уже на телевидение, вот со своими навыками, умениями, и тогда, я думаю, двери откроются. Понятно, не все сразу, это степ-бай-степ, постепенно, но те, кто к этому идут, и кто целеустремлен, и кто не обламывается на полпути, они приходят. Как ты? И сейчас тоже. Как ты? За твой успех, и то, что ты находишь сейчас на вольности вольного, я думаю, что ты все-таки не потерял в себе успех шоумена, и многие увидели в тебе очень красивого и успешного мужчину. И вспомни, кто такой был Леша Гончаренко в 8... В 98-м году. В 98-м году. За тебя, за твой успех, за желание сверкать и радовать всех остальных. И тебе, Света. Спасибо.